быть свободным народом в собственной земле. В это воскресенье нашли 13-летнего подростка из Бат-Яма, который пропал две недели назад. Его изнасиловали и изуродовали двое арабов. На следующий вечер я пришел в его дом. Там был траур. Я сел рядом с его дядей, и он мне сказал, «С сегодняшнего дня я не выпускаю своих детей из дома. Быть свободным народом в собственной земле». На следующий день, во вторник, нашли тело израильского солдата, который пропал два месяца назад, 20-летнего парашютиста. Его нашли в неглубокой могиле, в 10 километрах от Ашкелона, внутри зеленой зоны. Его застрелили выстрелом в голову, а тело расчленили на куски. Я пошел на похороны, что пришлось делать тайком, потому что полиция расставила блокпосты вокруг Ашдода, чтобы я не смог попасть на похороны. Но мне все равно удалось на них попасть. Есть много разных способов попасть в Ашдод. Толпа была в бешенстве. Толпа кричала. И я сказал им, «Отомстите! Вы должны отомстить!» И уже во второй раз за неделю я видел озлобленных евреев, и в этом вся надежда. Они шли по шоссе и забрасывали камнями все попадающиеся на пути арабские машины. Их избивала полиция, но они не боялись. Это хороший знак, это надежда, потому что я хочу сообщить вам, что государство Израиль разваливается. Евреи говорят мне, «Я хочу выбраться отсюда». А когда еврей боится в собственной стране, это начало конца сионизма и еврейского государства. И это величайшая победа Интифады.